привет друзья с вами юрий тик так мир рубрика часы не японии вот эту коробку я получил еще в 2017 году в конце года и вы не поверите я ее не открывал хранил скажем так впечатление для вас здесь внутри часы арагон почему не открывал вы любите когда я что-то вот открою и первое впечатление мое узнать поматерюсь не поматерюсь поругаюсь то есть короче интересно вам и вот эти часы я в глаза не видел я только вот так приоткрыл как открывается увидел что там они лежат и все закрыл и так компания рагона ю с и вроде как но основал ее в девяносто первом году гражданин вин клян вот такой уин клян что наводит на мысли что как бы у часов плотные такие корни есть китайские но это естественно производство часов в америке с огромными налогами я думаю это дорого коробка дермантин мягкий как бы приличная коробка знаете учитывая что часы стоит по на долларов 250 здесь вот такая штуковина мягкая подкладка подушечка и даже есть какие-то инструкции вот это да и даже есть какая-то гарантия сейчас мы с вами посмотрим хреновина чтобы часы не потели и так гарантия инструкция и даже есть какая-то регистрация друзья давайте посмотрим откроем не знаю что тут интересного вот кстати око интернешнл компани производит их арагон так называется и отправляет тоже на официальном сайте арагон watch.com вы можете купить эти часы доставка есть по миру стоит 25 долларов обычная почта россии в общем здесь обычная инструкция я так понимаю для всех механизмов которые у них есть вот смотрите myota myota ставят они сюда все что угодно и ерунда и еще какая-то хренатень ладно давайте смотреть на сами часы все в пленочка все серьезно красиво эти вот эти голубые пленки это признаки китайских часов сколько я не имел дело с китайскими моделями везде были вот эти голубые пленки какие-то стрёмные на вид они хуже чем прозрачные по вам бабам ох ты господи большие то какие елки-палки слушайте ну первое впечатление хорошие такие котлы сколько они стоили то тысяч 15 наверное ну за пятнашку я бы сказал очень даже ничего смотрите даже задняя крышка прозрачную прикольно сейчас разберемся посмотрим что за механизм измерим сфоткаем на руке и продолжу запись пока паузу но для вас она прилетит незаметно все сейчас буду я продолжаем есть что сказать про эти часы вначале отмечу красивый синий цвет циферблата действительно приятный хороший синий насыщенный цвет логотип арагон он накладной надпись автоматика третий тесто профессионал тут написано и vr 200 метров это все надпись краска вы видите что есть также на сверблате день и дата то есть это да и да и также метки выполнены в виде третевых колб как свете 3 чуть позже покажу но вообще 3 подсветка в принципе это очень и очень круто и так что я узнал про эти часы во первых это стальной корпус и весит он друзья 230 грамм они реально тяжелые действительно тяжелые застежка здесь посмотрите штампованная достаточно примитивная но есть защита от случайного открытия дайверская это действительно есть по качеству застежка просто бюджетная застежка что они еще сказать задняя крышка она прозрачная куча всего и даже есть наклеечка вот по центру что закручиваешься за одна головка да ну дайверов понятно 200 метров кучу разносложенной информации в том числе калибр механизма вы можете на механизм посмотреть он абсолютно без какого-либо декорирования это ясно и он на производство компании сейка называется с 2 н аж 36 24 камня запас хода 40 часов и пол колебаний 21600 в час механизм стоит отдельно порядка 40 долларов естественно оптом дешевле то есть 30 баксов где-то механизм сами часы 250 долларов и 220 вот все остальное здесь стоит 3 и так далее так далее крепление браслета ремня стандартная 22 миллиметра между дужками по поводу размера самих часов диаметр стекла составляет 31 миллиметр безель достаточно широкий 45 миллиметров полностью 49 миллиметров высота 50 миллиметров и толщина 16 половины миллиметров часы реально толстые действительно толстый еще раз повторюсь 230 грамм я сейчас держу их в руках и они реально чувствуется при этом на моей руке которая напомню 17 сантиметров то есть даже меньше чем среднестатистическая часы сидят удивительно хорошо за счет чего понять не могу а вот свечение 3 вы подсветки мне не очень понравилось хоть я фонарик им посвятил на циферблат часов но какого-то такого горения огня люминофорного я не увидел давайте посмотрим на качество изготовления практически полированный весь корпус на заводной головке видимо значок рогона задняя крышка такая симпатично закручивающаяся скажем так полированная написано рогон куч куч всего боковина левая также полностью затенированная полировка безель с гранями здесь скорее всего краска либо керамика это либо лак об этом ничего не указывается на сайте поэтому будем считать что эта краска ох ты елки-палки можно знаете качаться каждый день пару кругов так прокручивая через неделю пальцы станут реально сильными сейчас помолчу щелчки послушайте такие мощные щелчки конечно реально мощные может быть со временем расходится но поначалу первое вот это движение очень и очень сложная давайте я покажу резьбу на часах и как переводится день недели с датой крутить приходится недолго сейчас мы вытащим заводную головку посмотрим на резьбу здесь три витка я вижу действительно и по ощущениям их было не так много первое что мне приятно удивило это наличие стоп-секунды я вытащил заводную головку и секундная стрелка остановилась механизме за 40 баксов по-моему это неплохо движение стрелок стандартная никакого дискомфорта либо чего-то удивительного не происходит по поводу точности механизма информация к сожалению не нашел но не думаю что у нас здесь какая-то чересчур ужасная либо чересчур наоборот приличная так внимание у нас с вами 10 часов вечера и то я вижу дата начинает переводиться при этом переводится она так 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 очень долго переводится об без семи без шести минут 12 перевелась дата начинается движение колеса с днем недели и переводится он ох как долго то перевелся примерно три часа он переводился что как бы знаете с 10 вечера до трех часов но достаточно прилично но опять же учитывая стоимость механизма и наличие дней недели и даты еще и стоп секунды по моему неплохо в принципе да в принципе очень даже неплохо механизм здесь стоит вполне сносно заключение давайте посмотрим с вами на браслет такая же матовая полировка преобладает стандартный браслет стандартного типа здесь штифты выдавливается все как всегда вот по направлению стрелочек застежка как я уже сказал защита случайного открытия застежка достаточно посредственная посмотреть на сам браслет невозможно здесь упакован прям на совесть что кстати хорошо молодцы китайцы но он примерно вот такой матовый и судя по общему качеству должен быть в принципе приличный по крайней мере полностью литой и крайне линки тоже полностью литые на этом будем заканчивать часы мне знаете в целом понравились интересная вещь стекло кстати минеральное забыл об этом сказать так вот за свои деньги 250 долларов вполне неплохо конкуренция по сути у них одна это тисел о нем и тоже говорили там вроде как сапфир и керамика на безеле но к тисел у меня были вопросы когда я держал его в руках были действительно косяки и на браслете и даже без пришел слегка поцарапанный то есть контроль качества у тисла не очень но там был неплохой механизм и в целом сапфир керамика за те же деньги что и здесь поэтому тисел выглядит с точки зрения покупки более предпочтительным плюс он не такой толстый но опять же плюс этих часов во первых это не содренный с роликса дизайн во вторых это значит день недели и дата это очень круто и в третьих 3 подсветка все таки это ну очень хорошо на самом деле третья вещь такая которая будет вам светить до самого раннего утра поэтому я могу сказать что часы в целом неплохие можно считать американцами и за свои деньги вполне можно брать могу советовать на лето хорошие дайверы загляните на сайт арагона много всего есть если ищете что-то дешевое вполне себе неплохой вариант я спасибо на этом все носить хорошие часы всем отличного настроения всем пока и